Друзья, добро пожаловать на канал записки пользователя или вы гениальный кулинар. Сегодня мы с вами приготовим знаменитые царские куличи и будем мы с вами готовить по очень необычному рецепту. Я думаю вы его не знаете. Куличи получаются невероятно вкусные, нежные, легкие, воздушные, влажные. В тесте совершенно даже не угадывается запах дрожжей. А если вы куличи делали не сами, то ни за что не подумайте, что тесто дрожжевое. Кроме этого они медленнее теряют свежее, чем куличи приготовленные по традиционному рецепту. Хочу вас предупредить, что мы будем работать не с характерным для куличей тестом. Оно будет достаточно жидким и липким и вам захочется добавить муки. Но делать этого не надо. Итак, приступаем. Для опары нам понадобится 350 миллилитров подогретого молока до 38-35 градусов Цельсия. 400 граммов муки, 50 граммов сахара и 11 граммов дрожжей. Мы приготовим густую опару. Подогретое молоко мы высыпаем 11 граммов сухих дрожжей. Размешиваем дрожжи. Не добиваемся полного их растворения. Достаточно их хорошо перемешать с теплым молоком. И добавляем 50 граммов сахара. Также перемешиваем и добавляем 400 граммов просеянной ужинки. Размешиваем мук с молоком и дрожжями с сахаром до однородности. Размешав опару, ставим ее в теплое место на 30-60 минут. Опара должна подняться и начать опадать. Это будет говорить о ее готовности. Накрываем ее крышечкой, полотенцем. Пока у нас поднимается опара, приготовим другие ингредиенты. Всего нам понадобится 1 килограмм муки, молоко, 350 миллилитров цедры одного лимона, 350 граммов изюма, шафран или куркума, 1 чайная ложка. Сахар, 350 граммов. Соль, 10 граммов. И 6 яиц. И 200 граммов сливочного масла. Еще нам надо 25 граммов ванильного сахара. На пару ингредиенты мы брали из общего количества. Изюм замачивать в воде не надо. Промываем его на душлаге. По желанию вы можете замочить изюм в роме на несколько часов. Чепотку шафрана или 1 чайную ложку куркумы. Заливаем 50 миллилитров кипятка и оставляем их настаиваться. Белки яиц отделите от желтков. Желтки взбиваем с 300 граммами сахара до побеления и растворения сахара. Белки взбиваем без сахара до устойчивого состояния. Белки мы взбили вот до такого состояния. Желтки у нас побелели, сахар растворился. Теперь добавляем желтки в белки. Теперь мы добавляем 10 граммов соли, цедру лимона, а также шафран или куркуму. Перемешиваем все лопаткой. Опара поднялась. Увеличилась в объеме в 3 раза. И даже уже начала опадать. Образовались уже крупные поры. Опару добавляем в яйца. Опару хорошо размешиваем вместе с яйцами. Сейчас нам нужно 600 граммов муки, которую надо предварительно просеять. И частями добавляем муку и замешиваем тесто. Пока в дежу. Итак, мы добавляем всю муку. Перемешав все тесто лопаткой в деже, можно переходить на рабочую поверхность. Замешивать можно ручным или машинным способом. Рабочую поверхность не посыпаем мукой. Время замеса и машинным, и ручным способом без масла 10 минут. Тесто можно замешивать традиционным способом или так называемым французским методом. Тесто потянули на себя и бросили. Снова потянули на себя и снова бросили на стол. И так далее. Вымешиваем 10 минут. Считается, что при этом методе кликовина развивается быстрее, а сил на вымешивание тратится меньше. Поскольку тесто жидкое, периодически подчищаем его со стола шпателем. Муку в тесто не домешиваем. Теперь, друзья, мы продолжим замес с маслом. Можно продолжить дальше. Замес вручную. Но я буду в дальнейшем замешивать на планетарном миксере. А вы, мои дорогие, можете замешивать так, как вам удобно, как вам больше нравится и какие у вас есть инструменты. Масло должно быть ни в коем случае не растопленное, а в мягком состоянии. Добавляем частями масло и продолжаем замес на низкой скорости. Сделав финальный замес, тесто отправляем его на полчаса в теплое место на расстойку. Накрываем его полотенцем и убираем. И полчаса у нас прошло. Тесто проднялось и мы будем делать обмельку. Тесто выкладываем на рабочую поверхность. Формируем из него прямоугольный пласт. Выравниваем его и теперь кладем на него изюм. Равномерно распределяем. Изюм перемешайте с небольшим количеством муки. Теперь при помощи шпателя мы формируем из теста конвертик. Подхватываем тесто с каждой стороны шпателем. Доводим тесто до средины. Попутно добавляем изюм. И так мы стремимся сформировать квадрат. Сначала тесто подхватываем с одной стороны. Потом с другой стороны. И так последовательно со всех сторон формируя квадрат. Тесто будет оставаться липким на всем протяжении. Вам не удастся из него сформировать шар. Для удобства руки смажьте небольшим количеством растительного масла. Также маслом можно смазать рабочую поверхность. Муку добавлять в тесто не надо. Всего теста у нас на расстойке будет находиться полтора часа. Обминку мы будем делать два раза через каждые полчаса. Сформировав квадрат при помощи шпателя, отправляем тесто еще на полчаса на расстойку. Полчаса прошло, тесто поднялось. Тесто снова кладем на рабочую поверхность. Делаем из него прямоугольный пласт. И точно так же при помощи шпателя формируем конверт. Это последняя обминка. После этого тесто кладем обратно в дежу. И ставим на последнюю расстойку на полчаса. После этого будем формировать куличи. Друзья, тесто поднялось. Мы сделали две обминки. Теперь нам нужны формочки. У меня формочки двух размеров. Маленькие формочки у меня пойдет по 200 граммов теста. Большие по 300. Формы можно заполнять по объему. Заполняем на одну треть. Заполнили формы тестом. И теперь отправляем на расстойку. У меня получилось 9 формочек. Я их буду выпекать два приема. Друзья, куличи наши поднялись. Куличи ставим в разогретую до 170 градусов духовку. Время выпекания примерно 40 минут. Оно индивидуально и зависит от особенностей вашей духовки. И не только. Зависит от того, насколько у вас большая форма. Чем больше формы, тем больше время выпекания. И тем ниже температура выпекания. Друзья, первая партия куличей уже выпеклась. После того, как они остынут, их можно будет покрывать глазурью. Сегодня я не буду покрывать их глазурью. Встретимся позже. Друзья, у меня не было возможности украсить сразу же куличи. И с момента выпечки прошло 3 дня. У меня осталось только 4 кулича. Хранились они в холодильнике, которые обладают уникальной высушивающей способностью. И вы увидите, какая у них стала консистенция после 3 дней хранения. Делать шапочки и украшать их. Я буду белково-заварным кремом. Кто хочет украшать классической глазурью, я оставлю рецепт в описании. Рецепт белково-заварного крема вы сейчас видите. И ссылку я оставлю в описании. Наносим крем на верхнюю часть кулича. Выронив шапочки, можно украшать наши куличи. Как себя ведет белково-заварной крем. При правильном приготовлении, если вы оставите на час куличи, покрытые белково-заварным кремом, при комнатной температуре, то поверхность крема подсохнет и не будет липнуть рукам. Но три же крем останется мягким. Украшение у меня будет самое простое. Это посыпка. И я сделаю украшение насадкой звездочка. Мы с вами приготовили знаменитые царские куличи. Невероятно вкусные. Тесто нежное, воздушное, влажное и легкое. Как пух. Долго не теряет свою свежесть. Я вам советую их приготовить. И они у вас обязательно получатся. Потому что вы гениальны. Приятного аппетита, друзья. Готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Сейчас вы увидите разрез наших куличей. И узнаете, что с ними произошло за три дня. До новых встреч, друзья. С вами была Пульферия. И посмотрите. Нежная, воздушная, влажная, упругая структура. Куличи полностью сохранили свою свежесть. Субтитры сделал DimaTorzok